Студентка колледжа Ксении Мукина с детства мечтала покорить Камчатку и увидеть Дальний Восток. Искупаться в Тихом океане и попробовать только что выловленную морскую рыбу. Мечты сбылись после того, как Ксения записалась в студенческий отряд вуза. И по путевке поехала работать на рыбоперерабатывающий завод в Петропавловск-Камчатский. Вернувшись домой, студентка решила организовать стройотряд и в своем колледже. С инициативой она обратилась к губернатору. Интересно все-таки путешествовать по островам, именно где вылавливают рыбу. Посмотреть на море, а может кто-то даже не ездил никуда еще, как я, например. Это вообще было мое первое путешествие так далеко. Теперь мечта совместить приятное с полезным, поработать на благо Родины и увидеть новые места сбудется и у учащихся СУЗов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал инициативу создания штабов студотрядов в колледжах по всему региону. Работа уже ведется. Руководство Рекотделения российских студенческих отрядов встречается с директорами и студентами колледжей. Задача регионального штаба студенческих отрядов будет именно координировать деятельность отрядов, помогать методически, направлять ребят. И правительство Самарской области будет помогать и создавать условия для ребят в размещении, в трудовых проектах, находить работодателей. И такими совместными усилиями, я думаю, у нас получится хороший проект. Теперь активистам предстоит создать отряды в своих учебных заведениях. Сегодня для них провели экскурсию, рассказали об истории и идеологии этого молодежного движения. Для нас это элемент воспитания студентов, потому что приобщение к труду позволяет им стать гражданами своей страны, патриотами. У нас в университете очень активные студенческие отряды по различным направлениям. Это строительные отряды, это отряды проводников, сервисные отряды и вожатые. В этом году только в Самарских колледжах будет создано 10 студенческих отрядов. Еще один появится в Тольятти. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События.